Всем привет, друзья мои, с вами я, Светлана Адар. Сегодня я хочу с вами поделиться Мерсином, его улицами. Не только же показывать вам пляжи, солнце, песок, курорки, море. Также я хочу вам показать и его жизнь, как живут здесь люди, какие улицы, как все. Давайте со мной, я вам сейчас покажу золото, турецкое золото. Наверное, вы знаете, какое оно хорошее. Может, вы не согласны со мной? Пишите в комментариях. Ну, так что, мои хорошие, начинаем обзор. Турецкое золото, это, видно, проба 22 карата, говорят или называют, вот такое. Вот, смотрите. Эти камни мне не нравятся, если честно, я люблю там, где все золото. Такие вот браслеты. Обручальные кольца. Видите, какие новинки сейчас. Видите, браслетики там. Вот это браслетики от глаза. Колечки красивые. По-моему, уже не 22 карата, а поменьше может, наверное. Бриллианты здесь не пользуются, и бриллианты здесь не в цене. Ювелирное золото. Посмотрите. Пасончики. Очень много здесь такой улицы, а здесь очень много таких магазинов. Посмотрите, мои хорошие. Улье вон там, видите? Почко увеличу вам. Так, вот браслеты. Посмотрите, какое колье. На змейку, похоже, переплетенная. Так, ну, вроде бы я здесь делала. Не знаю, зайдем мы вовнутрь или нет. Давайте сейчас покажу вам улицы. Так, вот посмотрите, мои хорошие. Вот обычная улица Мерсина. Видите, как магазины кругом. Такие вот магазины. Очень много золотых. Естественно, будет. А этот мальчик захотел, чтобы я его сняла. Патрон, патрон, патрон. Это хозяин, хозяин. Так, а это, друзья мои, посмотрите, самый высокий дом. Самое высокое здание в городе Мерсина. Является одной из достопримечательностей. Торнер называется этот дом. Кажется, там и гостиница, и какие-то офисы расположены, и какой-то центр. В общем, огромная лифта, в несколько штук, наверное, очень много лифтов. И вот, находится он в центре города. Это называется центр. Вот в Алибайкики. Вот здесь вот такие здания, видите? Именно офисы, и адвокаты, и парикмахеры, какие-то справочные. В общем, у них здесь вот так вот в основном, частные. Вот посмотрите, вот так вот эта улица выглядит. Вот и Тантуни, всеми любимые Тантуни, вот здесь продают Тантуни. Делаю обзор вам улиц. Мы постепенно подходим, друзья мои, к самому высокому зданию. Смотрите, сколько сумок. Сумки по 23, ну, конечно, они некачественные, но... Покажу вам час, чтобы вы имели представление улицы Версина. И вот еще там одно здание такое красивое есть. И рядом вот это высокое здание. Де-факто, друзья мои, Версиня большое. Малия, что это? А, здесь, говорит, государственные деньги, вот здесь вот. Вот такое здание, видите, Версиня. А, это рядом. Ашки, а там что? Там что? Отель? Потом что есть там, гостиница есть? Адвокаты сидят, бюро. 52 этажа, друзья мои, самое большое. Иди, Ашки, иди. Вперед, иди. Ты сегодня гидом работаешь. Вы представляете, я снимала, и ко мне полицейский подошел. И сказал, зачем я снимаю. А я сказала, для чего? Для Ютуба. А оказывается, мой муж со стороны наблюдал, что кто-то к нему подошел, один мужчина. Испири, обратите на ее внимание. Вот такие вот есть люди тоже. Вот, посмотрите, на меня смотрят, как она, не знаю, на кого. Так, друзья мои, вот-вот-вот-вот-вот-вот, вот такой вот Версин. Друзья мои, мы скоро едем в Атуми. В Атуми едем мы? В Атуми. Сейчас мы вот ходим по кубке детям, внукам, смотрим, что и как. Посмотрите, мои хорошие. Это ход в гостиницу, посмотрите. Здесь такая вот арка. Посмотрите. Так, друзья мои, а это вот район Метрополь. Метрополь. Вот посмотрите, вот прямо, прямо находится заседание суда. Очень огромное здание. И вот это большое, посмотрите. Рядом вот с этим зданием находится Метрополь. Сейчас мы подошли поближе, вот, к зданию суда. Посмотрите, какое огромное. Вот здесь вот такой парк есть, люди отдыхают. Сейчас обеденный перерыв уже заканчивается, к часу закончился. Это тоже здание какое-то там, джами рядом. Посмотрите, какой-то праздник, байрам здесь, не знаю я. В общем, вот такая вот территория, друзья мои. И я вам постараюсь показать самые такие большие здания. Эр-сини. Друзья мои хорошие, опять у нас барабаны играют, дудка поёт. Я стою в подъезде и не пойму, как это происходит. Наверное, на верхних этажах. Наверное, свадьба, свадьба, друзья мои. Посмотрим через балкон, что там происходит. Выбежала на балкон. Машина. Свадебная. В подъезде у нас свадьба. Посмотрите, такая вот машина. Всё происходит пока в подъезде. Буду на, как говорится, на шухере ждать, кто появится. Друзья мои хорошие, посмотрите, что творится у нас. Свадьба, свадьба, свадьба. В подъезде, я думала, война происходит. Опа! Будем ждать, пока все повыходят. Но это свадьба у меня в подъезде. Не те, что за преданным приезжали. Ну где они, где? Выходите, покажитесь. Мне ужин готовить надо. Давай, 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 давай. Хады, 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 хады. Ну давай, давайте, выходите же. Мы ждём вас, зрители. Таш, 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 таш. А вот и невестушка появилась. Сейчас по традициям она должна танцевать. Музыка, зашибись. Насколько могла, я вам бы увеличила. Музыка, зашибись. Музыка, зашибись. Вот такие весёлые свадьбы, друзья мои. Турции, Турции. Опа! Машина свадебная постепенно отъезжает. Подальше. К сожалению, мы не увидим невеста на лицо, потому что у неё косынка. Она... До этого была у неё кэджиси, ночь хны. И сейчас она вот так, в такие традиции, закрыла голову, с покрытой головой. Выходит из отчего дома. Ух, на дудке, на барабане. Пах, пах. Вот знаете, что у нас свадьба же по-другому. Мы в Грузии с утра девушка едет в салон, прихорашивается, её где-то забирают два в три, и начинается у неё фотографирование всё. А здесь вот сейчас только к вечеру забирают девушку. Сколько сейчас? Шесть часов, начало седьмого уже. И вот они только сейчас поедут фотографироваться. Я не знаю, ЗАГС уже поздно, может, днём они были. Не в курсе, не могу говорить вам ничего. Но поэтому они приезжают восемь-девять часов в зал, потому что там же есть нечего, жрать-то нечего, друзья мои. Вот поэтому они танцуют, не пьют там ничего. Очень редко, когда есть ячки, то есть спиртные напитки и еда. Вот они дома сейчас все поели. И вот едут в салон. И всем весело. Очень жаль, что я не показываю, не могу спуститься, показать вам поблизости. Девушки, смотрите, открытые гости с открытыми плечиками. Ну что, друзья мои, невеста наплясалася и идёт к машине. Поехали! И кости все по машинам, едут в салон свадебный. Счастья молодым! Они нас покидают. Счастья молодым, друзья мои! Горько!